МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Максим Владимирович, прийти в спорт было вашим решением или родители сыграли решающую роль? Прийти в спорт, скорее, было мое решение, но я шел за своим старшим братом и за старшими ребятами во дворе. Родители здесь просто не мешали. А как они относились к вашему увлечению? Потому что многие мамы с боязнью воспринимают, когда ребенок хочет заниматься единоборствами. Во-первых, это было единоборство самбо и дзюдо. У нашего тренера Виталия Карловича, который все знают. К слову, Виталий Карлович – это личность Саровья, легендарная. Скажите, пожалуйста, какой след в вашей жизни оставил этот человек? Вы поддерживаете связь? Конечно. Я при любом своем приезде в Саров, обязательно бываю у него, потренируюсь в зале, мы пообщаемся, мы поддерживаем. И я скажу, что не только я, но и все ученики практически. С Виталием Карловичем очень тесные связи. Потому что это, в общем-то, в главном – это педагог. Помимо того, что он, конечно же, и талантливый тренер, потому что он нам дал очень высокое мастерство. Вы сами знаете, что у нас результаты очень хорошие. Но это, прежде всего, педагог. Наши, я думаю, личностные качества. Ну, не берусь судить в процентном соотношении, но в огромном количестве то, что у нас есть, это заложено именно им. Вы уже сами успели стать взрослым человеком, набраться опыта. Как вы считаете, какие отличительные качества и черты характера позволили Виталию Карловичу стать по-настоящему наставником? Ну, я думаю, много черт. В основном, наверное, его личные качества. Он человек твердый, целеустремленный, педантичный. Отчество говорит само за себя. То есть у него немецкие корни. Он очень, так сказать, с творчеством, даже, можно сказать, с такой, что ли, педагогической поэзией подходил к нашему воспитанию. То есть для него это искусство было ребят растить? Да, это искусство. У него были дневники. Он записывал каждого своего ученика, вел, так сказать, какие-то пометки и по чертам характера, и по техническим, и по физическим возможностям. То есть там была целая научная система. А вы, попав во все это, в спортзал, в эту атмосферу, вы сразу поняли, что это ваше или было поначалу? Сразу, сразу. Ну, во-первых, я уже тоже анализирую с высоты лет, то, что я уже был пацаном подвижным. Я даже до борьбы, я все время где-то возился, боролся в песочнице, где-то там какие-то были постоянные, вот именно стремления к какому-то соперничеству, единоборству, в хорошем плане, не то, что я там, я был не драчун, там, не забияка, но вот противостояние, вот это вот пацанское такое нормальное, вот оно меня всегда увлекало. А борьба, это, в общем-то, я считаю, апогей вот этого всего, где можно, наверное, как раз оставить всю, наверное, жесткость и жестокость, которая в каждом человеке, тем более в пацане заложена, потому что, ну, мужчина — это воин, прежде всего. А тут можно было, так сказать, творчески выплеснуть вот эту негативную или какую-то там, наверное, не негативную, а вот эту энергию, ну, наверное, лишнюю, которая есть у молодых, и получить знания, во-первых, потому что любой вид спорта, и в том числе вид того, что я считаю, что это знания. Мы получили не просто навыки, мы получили знания очень-очень серьезные, которые нам помогают всю жизнь. А какая при этом атмосфера царила в зале? Вы друг друга ломали, там, кидали на татами, вы были дружны при этом? Мы друг друга кидали на татами, но в рамках, так сказать, правил. Конечно, бывают приемы такие, я вам скажу, амплитудные и жесткие, что упадешь, и дыхание собьет, и искра из глаз, там всякое было, и травмы, и сухожилия рвались, там, и рассечения, это все не без этого. Но у нас, благодаря, опять же, нашему тренеру, обстановка была в коллективе очень дружеская. А были ребята, которые преображались? Приходил задохлик, всего боится. Я вам скажу, у нас каждый преобразился. Каждый, кто, ну, длительное время, да даже, вы знаете, я вам сейчас расскажу случай, или даже несколько случаев, очень много случаев, Виталий Карлович нам сам рассказывал, да и я в своей жизни видел. Когда многие сидишь там где-нибудь в кафе, там, или где-то в каком-то коллективе, ну, какие-то люди тебе близкие, какие-то там знакомые, с которыми только сейчас, когда заходит речь о Виталии Карловиче, практически каждый говорил, а я у него занимался хоть полгода, хоть месяц, хоть там, хоть там две недели. А я занимался Виталий Карлович. То есть сам факт, что ты у него занимался, это какой-то, знаете, знак качества, что ли. А уже я не говорю на том, кто про занимался, как я, там, 10 с лишним лет. Это уже, это уже, в общем-то, ну, преображение полное. Ну, то есть твои черты, там, характеры сформировались. Ну, а то, что вы говорите чисто физически, конечно, мы приходили вот такими пацанами с торчащими лопатками, с ребрами, и как бы все, конечно, превращались в атлетов. И, так сказать, в физическом смысле этого слова, не говоря уже о голове, о интеллекте, о духе. Максим Владимирович, а вот с точки зрения, допустим, молодых родителей, которые сейчас думают, куда дать ребенка, стоит, допустим, парня дать секцию единоборств, чтобы он, ну, умел за себя постоять, или ребенок сам должен к этому прийти? В идеале, конечно же, ребенок должен прийти к этому сам, но вы сами прекрасно понимаете, что родители могут очень-очень технично, очень-очень аккуратно к этому все дело подвести. Лично я считаю, что пацан, пацан, мальчишка, он обязан уметь или иметь какие-то навыки единоборца. Обязан. Пусть он будет физиком, ядерщиком, пусть он будет музыкантом, пусть он будет поэтом, художником, но быть физически развитым и иметь навыки единоборца, я считаю, это вообще обязанность каждого мужчины. Ну, тот же случай, идешь по улице, там трое избивают одного. Ну, вот много людей просто вот так вот, не задумываясь, подойдут и вступятся. Единицы. А как тогда не изучать единоборство? По крайней мере, у тебя багаж, ты знаешь, что тебя не искалечит, пусть даже ты эту схватку там не выиграешь, но ты спасешь человека, как-то там людей отстранишь, там как-то, может быть, кого-то бросишь, перебросишь. Но это же, мы же обязаны это делать, правильно? Каждый обязан это сделать, а сделают это единицы. А почему? Потому что люди, наверное, не работают над собой, не трудятся, не задумываются об этом, что когда-то этот момент может случиться, а после этого у нормального, порядочного человека что в душе, когда он прошел мимо и струсил. Ну, это тяжелый удар и по достоинству в том числе. Вот, вот, чтобы этого не было, надо, наверное, работать над собой с детства. И папа своему сыну должен донести это. Поэтому, я считаю, каждый парнишка должен отзаниматься год, два, три. Не надо стремиться к высоким результатам. Если результат появился, все, тут уже идет разговор родителей с тренером, с ребенком, когда он подрастает. Давайте будем двигаться в профессиональном направлении, потому что способности очень, так сказать, хорошие. Если нет, занимайся, совершенствуйся по чуть-чуть, и у тебя будет огромный-огромный багаж знаний, уверенности в себе. А какие у вас в молодости были спортивные амбиции? Что вы хотели тогда добиться? Я хотел быть с олимпийским чемпионом с первого года своих занятий. Чемпионом мира, олимпийским чемпионом. И прошли достаточно много шагов, став сначала мастером спорта, затем выступив на всесоюзных соревнованиях. Да, я был в сборной Советского Союза среди старших юношей до 18 лет под дзюдо. Но потом я ушел в армию, и тогда такие были тяжелые годы, 89-91. Самое веселое время. Да, веселое время, там карьера моя застопорилась, так скажем. Где вы, кстати, служили? Я служил в Подмосковье, в войсках ПВО, Загорский район, Красногорск, по-моему, есть город. Ну, такая небольшая часть, там 100-120 человек. Сейчас она уже все не функционирует. Вам там приходилось применить полученные навыки? Ну, вы знаете, на 10%, может быть, так. На 10%, ну, то есть, практически нет. То есть, ну, во-первых, когда мы пришли, уже все знали, кто пришел. Ну, и так, когда там что-то попытались там пощупать, проверить. Пощупали, проверили. Да, да, так как-то все. Видите, я еще раз говорю, когда ты много занимаешься и много работаешь, тебе не обязательно применять самую пиковую, так сказать, свою технику, какие-то пиковые знания, можно там одним легким движением дать все понять. А у вас есть какие-то личные принципы в отношении тех знаний, которые вы получили, навыков? Я могу человека треснуть, но это будет обычная драка. Вы можете человека поломать. И должны все равно в голове быть какие-то ограничения. Можно, нельзя. Здесь должен стерпеть, даже если меня бьют. У вас есть какие-то правила свои внутренние? У меня правило такое. Я максимально избегаю любых конфликтов. Я буду применять свои знания только тогда, когда я уже пойму, что уже все началось. То есть я первый не начну. Первый не начну. Вот только тогда. Если только... Ну, есть еще, знаете, все-таки люди взрослые, респонденцию изучали и так далее. Там правила необходимой самообороны, все это перемешано. Конечно же, там написано много всяких статей, но как применять, что такое необходимая самооборона, когда твоей жизни угрожает опасность. Вот тяжело это все-таки понять. Когда кто-то стоит с ножом или с пистолетом, да, наверное, понятно. А здесь нет писаных правил. В отдельном случае суд выясняет. Тут надо вот именно как-то это прочувствовать вообще каким-то шестым чувством. Вот это, кстати, шестое чувство тоже появляется в школах леденоборств, в секциях и так далее. В обычной жизни, согласитесь, тяжело. Если ты, так сказать, в течение какого-то времени периодически не попадаешь в какие-то ситуации, чтобы это нарабатывался просто опыт. Ты уже знаешь, ударит он, не ударит. Как он там... Такого же не бывает. Мы стоим, смотрим на человека. Ну, допустим, никогда не дрались. А он раз, и бьет. Ну, что, как же так? Ну, потому что опыта нет. А вот именно вот это вот чутье, взгляд, какой взгляд, какой тембор голоса, как он себя ведет, нервно, ненервно, выпивший, не выпивший, в наркотическом состоянии или нет. Это вот эти все нюансы ты должен проанализировать в очень короткий промежуток времени и понять, как это дело блокировать. Иногда просто развернуться там и пойти. Ну, в общем, все остальное. А вам удавалось вот совмещать занятия в секции, учебу в школе? Вы, насколько я понимаю, учились? Я во второй школе учился. Да, во второй гимназии. Не просто это было. Тогда еще эта школа была, гимназии стали называться потом. Мне удавалось. Мне удавалось. Я не скажу, что я там блистал, так сказать, в школе, но я учился практически без троек, потому что отцом была поставлена одна четкая задача. Троек нет, занимаешься, сколько влезет, без всяких ограничений. Есть троек, сидишь дома, учишь уроки. А для меня не пойти на тренировку, потому что это уже превратилось, так сказать, в образ жизни. Без этого уже никуда. Максим Владимирович, давайте вернемся к той части вашей карьеры, когда закончил службу в армии, так получилось, что вы потеряли немного формы, уже не могли на том уровне выступать. Как дальше складывалась ваша судьба? Как вы пришли в мир ММА? Ну, это начало 90-х. ММА впервые, насколько я помню, начали проводить в Америке. И мы, как любители единоборств своих классических, так и всех, потому что мы там и бокс смотрели, и другие виды спорта, это все пошло на кассетах, начало распространяться активно. Мы это все дело просматривали. И наш с вами тоже земляк Олег Токтаров в 94-м или 95-м году, нет, он уехал, наверное, в 93-м, 4-м, а в 95-м он как раз стал чемпионом UFC. Он на нескольких турнирах UFC дрался, но амбиции мои были спортивно не реализованы, и меня это все время, так сказать, подтачило. Я какое-то время просто ходил на стадион, тренировался, работал, зарабатывал там, так сказать, на хлеб насущный. И после его выступления я, в общем-то, у меня еще больше возникло желание все-таки себя проявить в спорте. Раз в классическом спорте, в моем любимом спорте дзюдо время мое ушло, то это как раз нетрадиционный вид по тому времени. Меня как раз, в общем-то, и спас мои амбиции, так скажем. И, в общем, я реализовался в этом. А не было какого-то страха, но вас учили там, условно говоря, бороться, а тут соперник у вас пина и ногами. Ну, конечно же, надо было переключаться, надо было переключаться. Страх, наверное, был. Ну, какой страх? Страх условный, это чувство тревоги, которую надо преодолеть. Я так могу назвать. А у вас оно оставалось? Да, оно остается всегда, конечно. Только когда ты изо дня в день ходишь на тренировки, хочется, да не хочется, плохое у тебя состояние хорошее, ты разминаешься, ты борешься, ты тренируешься, ты у тебя выжимаешь кимоно, так сказать. И вот эти вот тяжелые физические труды, и через преодоление он тебе и дает ту закалку твоего характера, которая в последующем уже и действует на то, чтобы преодолевать и страхи, и волнения. Ты это все преодолеваешь. То есть ты приучаешь организм к стрессу. Да, да, совершенно точно. Потому что любой выход, даже на татами, а я уже не говорю про клетку, это, в общем-то, для организма, я вам скажу, перебои в организме такие. В обычной жизни это не почувствуешь. А потом это начинает тебя уже забирать, что ли. Потому что преодоление вот этого стресса периодическое. Оно уже тебе нужно. Потому что в обычной жизни такого состояния не достичь. Даже неважно, выиграл ты или проиграл, но ты себя преодолел. И вот это преодоление дает тебе какое-то такое внутреннее удовлетворение, что ты, в общем-то, такую тяжелую вещь преодолеваешь, тренируешься там за дня в день, месяцами, годами. И как бы уходишь в клетку, и берешь себя в руки, и проявляешь, так сказать, самые лучшие качества. А вы как считаете, можно МММ поставить в один ряд? С дзюдо, с амбо, боксом, классическими видами спорта? Или это уже больше шоу? Да, почему шоу? Почему шоу? Это тот же самый спорт. Конечно, многие его не принимают. Но понимаете, классические виды спорта, олимпийские, это, конечно, другое. Олимпийская медаль, это из, так сказать, из древних веков. МММ – это современный вид спорта, очень интересный, динамичный. Он настоящий, там шоу никакого нету, там все по-настоящему. Шоу в плане антуража, которое создается вокруг этого, как это все дело преподносится, ролики, какие-то вот эти перепалки, треш-токинг там и так далее. Это шоу, но в клетке-то происходит настоящий спорт. Поэтому это то же самое искусство, которое еще просто не прошло через года, через десятилетия, через века. Максим Владимирович, скажите, пожалуйста, а когда вы поняли, что вот эту вашу главу с активными выступлениями пора уже прекращать и начинать новую? Это было в 30 лет, но 30 лет – это как бы не был тот рубеж, что я, так сказать, отметил 30-летие и решил заканчивать. Я добился своих амбиций. Я взял два пояса чемпионата мира, взял пояс кубок чемпионов Европы, там выиграл несколько турниров и получил определенное количество травм. Мог еще выступать, где-то там залечиться, подзалечиться, но гонорары были, в общем-то, небольшие. Они только поддерживали, в общем-то, нас на плаву. Надо было уже строить жизнь, чем-то, так сказать, серьезным в плане, так сказать, профессии, постоянной профессии, которая меня сможет обеспечивать до, так сказать, до зрелого возраста, до преклонного возраста. Спорт вы сами понимаете. Если бы я еще лет пять в спорте мог спокойно провести, в финансовом плане радикально ничего бы не изменилось. Но эти уже были золотые годы, когда надо было свою энергию применять уже как бы в другом. Поэтому все сложилось так, что я закончил. И в то время, кстати, меня пригласили на работу в Москву. Вот, и в общем, все так срослось. А сейчас вы чем занимаетесь? Сейчас я живу в городе Новосибирске, занимаюсь строительством. И плюс ко всему, из спорта, конечно, мы никуда не уйдем и не уходим. Я вице-президент некоммерческого партнерства Союза Тиранов Спорта города Новосибирска. Мы занимаемся, так сказать, продвижением, что ли, единоборств и вообще любви к спорту. Ну, популяризация. Да, да, популяризация. Мы организовываем турниры крупные, международные по единоборствам. У нас есть две секции по единоборствам. Мы помогаем секциям различным, которые занимаются, ну, благотворительностью занимаемся. Ну, в общем-то, все околоспортивная такая вещь. А как вы оцениваете нынешний уровень развития боевых видов спорта в нашей стране? У нас боевые виды спорта всегда были развиты хорошо. Потому что взять классический вид, греко-римская, вольная, там, самбо-джюдо, это, ну, греко-римская, вольная, это всегда половина или больше половины наших медалей. Ну, Карелина все знают. Самбо-джюдо тоже, как бы, очень сильно развито. Карате, когда вот эти стили в селе стали появляться, по-моему, тоже наши парни выступают на самом высоком уровне. У нас всегда уровень был высокий. Если говорить о развитии сейчас, то, конечно же, очень много ребят занимается, много секций, они переполнены. Но, опять же, если брать, уже, наверное, экономический фактор стран развитых, западных, да, и нашей страны, вот тут идет как раз некий, что ли, дисбаланс. То есть, если там человек только-только начинает добиваться результатов, то есть, начинает становиться звездой, тут же к нему внимание, телевидение, спонсоры, поддержка любая, там, и так далее, и так далее. У нас, к сожалению, такого не происходит. Я вот знаю огромное количество, там, чемпионов мира и олимпийских чемпионов, которые, в принципе, никогда не имели никаких рекламных контрактов. Ну, а что нам особо рекламировать? У нас это, у нас культура, не то же культур, но у нас еще бизнес не на одной стадии, как на Западе. Может быть, он таким и не будет, может быть, и не надо. Может быть, оно и не надо. Но вот, вот, а развитие все-таки зависит от вложений. Чтобы подпитывался спорт. Конечно, нужно, ну, он должен быть, он должен подпитываться, даже если он мало подпитывается, то человек должен узнать, что через определенное количество времени, если он добьется такого-то результата, то будет внимание со стороны, там, бизнеса, телевидения, там, и вообще всех структур, которые только к этому могут быть причастны, и будет поддержка. Там, я не знаю, дадут, помогут, там, через губернатора, через мэра, полегче, там, квартиру выбить, там, как-то обеспечить, там, какие-то спонсорские. Ну, человек должен жить, потому что спортсмен, он тот же человек, у него когда-то, или есть, или когда-то будет семья, дети, а может быть, много детей, их же надо обеспечивать. И эта мысль у каждого спортсмена всегда есть. Поэтому, если он не видит перспектив заработка, то и само развитие это будет как-то приторможено, понимаете, да? Развитие немного ограничено, вот, в нашем, так сказать, мы любим очень недоборство, мы вообще сами по себе воины, если взять, там, нашу историю, там, и так далее. Но вот сейчас современный мир, он все-таки монетизирован больше. Поэтому вот эта вещь, она на развитие недоборства сказывается сильно. Могло бы быть, в общем-то, так скажем, могло бы быть гораздо лучше, если бы были серьезные вливания, какая-то там политика, в плане, там, поднятия недоборства, вообще-то, стать лучшим и в мире по всем видам недоборства. Наши ребята сейчас приходят, им приходится встраиваться в западную систему. Да, да, да. Хабиб Нурмагомедов, они попадают туда и там уже себя проявляют. Абсолютное право, абсолютно право, да. У нас пока этого нету. Кстати говоря, Новосибирск, вообще спортивный город? Очень спортивный город Новосибирск. Это третий город в России по численности населения. Город очень спортивный. Очень хорошо развита там греко-римская борьба. Ну, понятно, почему. Потому что там, так сказать, кумир мальчишек и не только их Сан Саныч Карелин. Там есть Карелин фонд в Новосибирске. Он очень дает сильную поддержку греко-римской борьбе. По-моему, практически все клубы греко-римской борьбы бесплатные в Новосибирске в области. А с точки зрения человека далекого от спорта или которому спорт неинтересен, вообще стоит побывать в Новосибирске хоть раз? Если есть такая возможность. Новосибирск – это замечательный город, молодой. Это бывший город Новониколаевска, если вы знаете. Ему, по-моему, сто с небольшим лет. Там замечательный оперный театр. 500 километров, Алтай, Сровский, деревня, так сказать, родина Василия Макарыча, Шукшина. Интересные места, красивые. Обское море, река Берть. Много всего интересного. Вообще, сам город Новосибирске очень интересный. Вам там комфортно жить? Мне очень комфортно там жить. Случайно оказались, почти? Ну, не жалейте о переезде? Нет, я оказался там не случайно. У меня жена оттуда. У меня уже трое сыновей, сибиряки там родились. как бы... Тоже все бойцы? Старшему 8, среднему 6, младшему 2,5. Но старший и средний уже занимаются вольной борьбой и футболом. Ну, мелкие подрастают и смотрят на них внимательно тоже, я думаю, будут заниматься. А вы, кстати, болельщик сам? Или вас интересует только боевое искусство? я болельщик вообще практически по всем видам. спорта за сборную России болею и по биатлону, и по гандболу, и по футболу, и по хоккею. По всем. Есть какие-то любимые клубы из детства, может быть? Клубы, клубы, клубы. Да, нет, у меня брат старший болеет за Спартака, я так, в общем-то, симпатизирую. Я, когда был малым, за Динамо в Тбилиси болел. Вот, это то, что касается футбольных команд. за сборную России по хоккею, естественно, мы все болели, смотрели все эти матчи. Максим Владимирович, какой вы совет могли бы дать ребятам, которые вот сейчас занимаются, амбициозным ребятам? Много очень можно об этом говорить, сейчас постараюсь как-то, надо покороче спромулировать. Надо постараться не сомневаться в своей цели. Верить себе, да? Верить надо абсолютно. Вот просто, если цель поставлена, и у тебя даже нет сомнений, что ты ее добьешься, то ты сто процентов будешь там, ты будешь на этой вершине. Ну, за исключением того, что могут быть травмы как раз в том плане, чего надо опасаться. Поэтому, не до конца сделана разминка. Как-то, когда вы не прочувствовали свое самочувствие, там, и пошли, там, перетренировались, еще, надо очень внимательно слушать свой организм. Потому что спортсмен это обязан делать, именно, особенно тот, который уже показывает результат. Вот я, допустим, умел себя слушать, потому что, если я там где-то перетомился, короче, говорю, сегодня мне поменьше нагрузочки, и так далее. Вот, то есть, опасаться травм и перетренированность, и на сто процентов верить в свою цель. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с мастером спорта СССР под Зюду, чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира по ММА, вице-президентом союза ветеранов спорта города Новосибирск Максимом Тарасовым, Максим Владимирович, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в дальнейших делах. Благодарю. Субтитры подогнал «Симон»